Всем привет, друзья! Сегодня сделаем растяжку всего тела с акцентом на позвоночник. Я не буду рассказывать о том, насколько важно здоровье позвоночника. Скажу лишь то, что оно обеспечивается подвижностью в соединительных тканях. Чем больше двигательной активности в ваших суставах, связках, хрящах и межпозвоночных дисках, тем лучше там протекает кровообращение, и тем лучше соединительная ткань снабжается всеми необходимыми питательными веществами и регенерирует. Эту растяжку можно делать как утром, так и вечером, но в любом случае, когда бы вы её не сделали, я вам гарантирую прилив энергии, бодрости и хорошего самочувствия. Ладно, давайте начинать. Начальная позиция поза ребёнка. Опускаемся на бёдра, вытягиваем руки вперёд и расслабляемся. Тут насколько у кого хватит растяжки. В идеале нужно касаться своих пяток и животом полностью лежать на бёдрах. Расслабляемся, чувствуем, как вытягивается копчик, крестец. После чего переводим руки в правую сторону, к краю коврика и вытягиваем всё руками вперёд. Чувствуем натяжение в боковой поверхности туловища. Можно внутреннюю руку немного вытянуть ещё вперёд. Туловище у нас остаётся также на месте. Хорошо. И возвращаем руки, переводим их в другую сторону. Точно так же чувствуем, как вытягивается боковая поверхность туловища. Вытягиваем руку ещё немного вперёд. Хорошо. И теперь переходим в кошку-собаку, в кошку-корову. По-разному их называют. Со вдохом делаем прогиб, вытягиваемся вперёд. Голову тянем вверх, а живот вниз. И с выдохом делаем обратное движение, опускаем голову и вытягиваем спину вверх. Синхронизируем движение со своим дыханием, со вдохом вниз. С выдохом вверх. С выдохом поднимаемся вверх и фиксируемся в верхней точке. Делаем избивающееся движение из стороны в сторону. Так, как будто мы своим ухом тянемся к тазу. Делаем глубокий вдох, опускаемся вниз. И в нижней точке повторяем движение из стороны в сторону. Несколько раз по самочувствию. И дальше из нижней точки мы запускаем наш живот как бы по окружности. То есть вращаем позвоночник по кругу. Так же несколько раз по самочувствию. Движения делаем максимально плавные, мягкие и в другую сторону. Но при этом амплитудные. То есть стараемся пройти все крайние точки. Хорошо. Далее ноги у нас остаются в том же положении, в котором мы были. Отшагиваем руками просто вперед. Поза щенка. Здесь у нас ладони давят в пол, руки прямые. И при этом подбородок пытаемся опустить на коврик. То есть тянемся подбородком к коврику. Чувствуем натяжение в груди, как раскрываются плечевые суставы. Не забываем дышать, дыхание спокойное. Хорошо. И дальше переходим в планку. Обычный упор лежа. Чтобы немного задействовать мышцы кора. Пресс, боковой пресс и мышцы поясницы. Также очень большое значение играют в здоровье нашего позвоночника. Так как они стабилизируют наше тело. И снимают определенную нагрузку непосредственно с самого позвоночника. Далее опускаемся вниз. Вытягиваем носочки. Перекатываемся вперед. И поднимаем переднюю часть туловища. Отталкиваемся руками от коврика. Грудь стараемся раскрыть. Плечи опущены. Голову назад запрокидывать не надо. Взгляд смотрит вперед. После чего опускаемся обратно. Отталкиваемся руками от коврика. Подступаем ногами немного вперед. И тянемся копчиком вверх. А грудью вниз. Собака мордой вниз. Здесь если тяжело можно несколько раз переступить ноги на ногу. Еще раз толкаемся сильно руками от коврика. И дальше вытягиваем правую ногу вверх. И запрокидываем ее назад. Тянем. Стараемся раскрыть боковую поверхность туловища. Хорошо. Обратно. Левую ногу. Вбок. Хорошо. Далее. Садимся в глубокий сет. Ноги чуть шире ширины плеч. Спину стараемся держать максимально прямой. Здесь делаем вращающие движения из стороны в сторону. И теперь делаем то же самое только через бок. Ставим руки в сторону. И вытягиваем одну ногу вверх. Тянемся коленом вверх. Максимально. Хорошо. И в другую сторону тоже самое. Хорошо. Далее ставим левую руку назад. И делаем обратный мостик. Полумостик. Тянемся рукой вверх. При этом таз стараемся поднять максимально высоко. Фиксируем верхнюю точку. Хорошо. И меняем сторону. Также движение плавное. Стараемся достигнуть крайней точки. И возвращаемся обратно. Дальше делаем обратный мостик. Руки смотрят в ту же сторону, куда и стопы. И стараемся поднять таз максимально вверх. При этом, чтобы руки и ноги были параллельны. Хорошо. Возвращаемся в глубокий сет. Здесь сделаем несколько скручиваний. Заводим одну руку за спину. Другой рукой упираемся в колено. И стараемся сделать скрутку. Посмотреть себе за спину. Хорошо. И в другую сторону то же самое. Заводим руку. Упираемся в колено. И смотрим назад. Хорошо. Дальше хватаемся левой рукой за лодыжку. А правую руку поднимаем через сторону вверх. Опять же, здесь насколько у кого получится. У кого-то получится сюда поднять, у кого-то сюда. Кто-то сможет в обратную сторону выгнуть руку. Без фанатизма. Двигаемся в комфортном для себя диапазоне. Хорошо. Дальше переходим обратно в планку. Делаем отжимания. Вытягиваем носочки. Поднимаем переднюю часть туловища. После этого отпускаем туловище. Подступаем немного вперед. Отталкиваемся руками от коврика. И тянемся копчиком вверх, а грудью вниз. После чего поднимаем правую ногу. И заносим ее максимально вперед между руками. Заднюю ногу поворачиваем на 45 градусов. Поза воина 2. Руки смотрят в стороны. Плечи опущены. Взгляд вперед. Спина прямая, дыхание спокойное. После чего мы переднюю руку поднимаем и максимально вытягиваем вверх и назад. Хорошо. После этого переводим руку вперед. Ставим ее рядом с стопой. И вытягиваем левую руку вверх. При этом стараемся не заваливаться вбок. Грудь раскрыта максимально. Тянем руку вперед. Хорошо. После чего упираемся руками. Возвращаем ногу. Собака мордой вниз. Также. Вытягиваем левую ногу. Заносим максимально вперед между рук. Поворачиваем заднюю ногу на 45 градусов. Поза воина 2. Руки в стороны. Плечи опущены. Взгляд вперед. Спина прямая. Дыхание спокойное. После чего переднюю руку поднимаем и вытягиваем максимально вверх и назад. После чего опускаем ее. Ставим рядом со стопой. И вытягиваем правую руку вперед. Хорошо. Переходим обратно в планку. Делаем отжимания. Вытягиваем носочки. Поднимаем переднюю часть туловища. После чего просто упираемся в колени. И переводим тело назад. В исходную позицию. Поза ребенка. Ложимся на бедра. Вытягиваем руки. И стараемся максимально расслабить каждую мышцу нашего тела. Постарайтесь услышать свое дыхание. Наблюдайте, как оно становится более спокойным, более ровным. Отбросьте все напряжение. И потихоньку, помогая себе руками, встаем и возвращаемся. Вот такая растяжка, друзья. За последние несколько лет я для себя точно уяснил, что растяжка и мобильность, подвижность нашего опорно-двигательного аппарата гораздо важнее с точки зрения здоровья и хорошего самочувствия, чем сила и размер ваших мышц. Поэтому я растяжку делаю каждый день по два раза. С утра, как проснусь, и перед сном. С утра растяжка дает мне заряд бодрости, энергии и хорошего самочувствия. А вечером расслабляет тело и подготавливает его ко сну. В общем, универсальная штука, друзья. Старайтесь делать растяжку регулярно. Будьте здоровы! Всем мир!